День города в студии Валерий Седов Более сотни мероприятий прошло в регионе в честь юбилея Константина Эдуардовича Циолковского. Почтить память основоположника теоретической космонавтики приехали его родственники и коллеги. Подробности в сюжете Галина Ершовой. 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. На родину великого ученого и конструктора приехали космонавты, историки, занимающиеся изучением его наследия, и правнуки. Торжественные мероприятия начали с возложения цветов к памятнику основоположника теоретической космонавтики. Спасибо, что вы цените великого русскоученого, который много создал и придумал всю эту космонавтику, и проводите чтения. И низкий вам поклон из города Королева, из города Калуги, и всех-всех вам благ. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Королева, города Циолковского и других регионов собрались на Всероссийскую научно-практическую конференцию. За именем из учебника они призывают увидеть живого человека с его мыслями, мечтами и житейскими радостями. Человека, который фантазировал и искал научные способы для воплощения своих идей. Циолковский – это целый мир. Это не только космонавтика, это не только воздухоплавание, философия, биология. Циолковский – это 40 лет педагогического труда и награды за педагогический труд и ордина Святого Станислава именно за педагогику. Чтобы лучше узнать Циолковского, на сцене Рязанской филармонии прозвучала музыкально-театральная композиция «Гражданин Вселенной». Ее исполнили актеры Скопинского театра «Предел» и симфонический оркестр. Костя, ты куда? Чего ты собираешься делать? Вот, хочу испытать свой новый корабль. Два дня мастерил и крылья к нему при делах. И теперь он полетит, как птица над облаками. Открыл конференцию космонавт и почетный гражданин Рязани Владимир Аксенов. Он напомнил, что космос прочно вошел в нашу жизнь. Космическими изобретениями каждый из нас пользуется в быту. И первую страницу в истории освоения внеземного пространства открыл именно Константин Циолковский. Невероятно совершенно, что наш великий земляк мог впервые в мире написать формулы, написать образы будущих ракет, будущих космических кораблей, с их содержанием, системами и так далее, как должен работать человек. Это еще додолго, когда еще авиации не было. И вот этот человек написал то, что потом реализовалась жизнь. Вот в этом его величие. Итоги конференции будут подведены после шести часов вечера. Основные тезисы выступлений издадут отдельным сборником. На его страницах окажутся мысли и изобретения современных циолковских. Ведь имя ученого стало символом космонавтики. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Практически ежегодно на ландшафте нашего города появляются новые объекты. Дома, торговые центры и спорткомплексы. Но порой интересы застройщика и местных жителей не совпадают. Пересечение улиц Старая линия и Шевченко. Здесь, напротив спортивного манежа «Юность», расположена одна из немногих зеленых зон района. Турники, футбольное и баскетбольное поле, а также несколько пешеходных дорожек. Все это в скором времени может исчезнуть. 19 сентября здесь поставили разметочные столбики. Для местных жителей большим сюрпризом их появление не стало. Еще с 2015 года на этой территории планировалась постройка ледовой арены. И если два года назад зеленую зону удалось отвоевать, то сейчас ситуация вновь обострилась. Но в последнее время мы заметили то, что здесь началась разметка территории, колышки бивались. И когда спросили у работников, которые здесь размечали территорию, нам сказали, что территория готовится под строительство ледового дворца. Местные жители всеми силами стараются уберечь территорию от посягательств со стороны. Хочу обратить внимание, что жильцы ближайших домов и не только ближайших, а приезжающих сюда даже из других районов заниматься не против спорта, не против хоккей, а именно против застройки данной территории вот таким крупным спортивным сооружением, как ледовый дворец. При строительстве ледовой арены пострадает не только зеленая зона. Помимо того, что перестанет существовать спортивная территория, которая находится в свободном доступе для всех желающих, для жителей близлежащих домов ситуация также изменится в худшую сторону. Здесь будут устанавливаться охлаждающие устройства, которые будут работать 24 часа в сутки, то есть дорога, которая будет затрагивать полисадники наших жителей. Остановку общественного транспорта перенесут на противоположную сторону, а у будущего здания появится парковка на 150 мест. Получается, что к двум спортивным манежам со своими стоянками добавится третья, и общая загазованность квартала вырастет в разы. Ранее эта площадка значилась как два футбольных поля. Сейчас она, конечно, в запущенном состоянии, и является эта запущенность аргументом со стороны арендатора. Но именно арендатор и ответственен за то, что она сейчас в таком состоянии, потому что это его обязанность следить за состоянием. Футбольное поле запущено последние три года. Сейчас юным игрокам приходится вырывать сорняки вручную. Но территория по-прежнему пользуется спросом. В теплое время года сюда приходят спортсмены заниматься на турниках. А по пешеходным дорожкам гуляют пенсионеры и родители с колясками. Зимой же здесь появляется настоящая лыжная трасса. Я бы хотел обратить внимание, вообще властей на это в городе зеленых зон осталось очень мало. Вот одна из них. Ее хотят просто уничтожить. В районе это последняя. Ну выделите вы площадку в том месте, где, допустим, это не будет ущемлять ничего интереса, и город будет... Я бы об этом тоже хотел сказать. Зеленая зона останется. Наш телеканал направил запрос в администрацию города Рязани по поводу строительства на этом месте ледовой арены. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Оплатить парковку в центре города теперь можно с помощью наличных. Эту возможность давно ждали жители нашего города. Теперь оплатить парковку можно наличными. Правда, не в паркомате, а в ближайшем банкомате или терминале Сбербанка. Узнать место ближайшего устройства самообслуживания можно в списках, которые появились на паркоматах. С 25 сентября текущего года стала доступна система оплаты услуг за пользование платным парковочным пространством наличными денежными средствами. Это можно сделать через терминалы и банкоматы ПАО «Сбербанк России». На этих терминалах специальные экраны, оборудованные и сенсорные. Так что считаем, что жителям это должно быть удобно. Насколько будет удобно автолюбителям искать ближайший банкомат, решать им самим. Видимо, организаторы платных устройств таким образом предлагают смириться с безналичной оплатой и все же приноровиться к оплате по банковским картам через СМС и при помощи специальных мобильных приложений. 27 сентября в Рязани начал свою работу первый съезд хирургов Центрального федерального округа России. В течение трех дней лучшие специалисты в области хирургии на базе Рязанского медицинского университета будут обсуждать проблемы, оценивать результаты многолетних исследований и проводить мастер-классы. Подробности расскажет Ирина Ковалева. «Хирург не должен сидеть в тюрьме» – так звучала тема доклада, который первым прозвучал на съезде хирургов Центрального федерального округа России. Такой съезд проходит впервые, и юридический аспект работы специалистов данного профиля – далеко не самая важная проблема, которая будет обсуждаться ведущими хирургами страны. Вопросы, которые планируются затронуть за три дня работы съезда, обширны, но главная цель, которую ставят перед собой участники и организаторы – донести до коллег на местах основные положения, обсуждаемые на общероссийских мероприятиях. Основной, наверное, задачей, как мне кажется, стоит такая. У нас появилась инициатива разработки национальной стратегии развития хирургии во всей стране. И вот сегодня мы это «обкатаем» на примере Центрального округа и сделаем следующий шаг уже к составлению национального проекта для всей страны. Первый съезд хирургов Центрального федерального округа носит не только теоретический, но и практический характер. В период работы съезда на базе Вивария РязГМУ пройдет российско-японский симпозиум «Современные принципы лапароскопической хирургии», в ходе которого состоится онлайн-трансляция из операционной и мастер-класса, направленная на повышение образовательного уровня практикующих врачей. На базе Рязанского государственного медицинского университета здесь очень, в общем-то, одна из самых перспективных школ симуляционной хирургии продвинута. Должен сказать, что здесь будут представлены вживую оперативные вмешательства новых современных технологий, которые представят наши ведущие профессора. И все это вживую делегаты нашего съезда смогут увидеть на экране, где будут проходить уже оперативные вмешательства с привлечением и освоением новых технологий, которые посмотрят наши молодые хирурги и, естественно, загорятся желанием тоже делать так же в мастерске, как это делают их учителя. Участие в первом съезде хирургов принимает более 600 специалистов. География мероприятия обширна – от Калининграда до Байкала. И не случайно площадкой для проведения выбрали именно Рязанский медицинский университет. В следующем году РязГМО отпразднует свое 75-летие. За эти годы в стенах высшего учебного заведения была подготовлена целая плеяда специалистов высокого класса, в том числе и в хирургии. И это уникальная возможность соединения образования, науки и практики. Наверное, обучающиеся вуза смогут увидеть изнутри профессию хирурга, потому что каждый из них стоит перед выбором специализации своей. И вот этот трехдневный форум – возможность общаться с знаменитыми хирургами России и увидеть изнутри эту профессию. День открытия съезда специалисты со всей страны получили возможность ознакомиться с новейшим медицинским оборудованием, которое используется на сегодняшний день в хирургии. На выставке были представлены различные аппараты и тренажеры. Были среди них и такие, которые моделируют рабочую полость при лапароскопических операциях. Все это наглядно иллюстрирует прогресс в медицинской области и, безусловно, несет практическую пользу. Ведь конференции призваны оценить степень развития и оказать содействие в широком внедрении в клиническую практику современных технологий. Напомним, работа первого съезда хирургов Центрального федерального округа продлится в течение трех дней на базе Рязанского медицинского университета. 25 сентября в силу вступили поправки к закону об ОСАГО. Теперь действует система прямого возмещения убытков. Сейчас потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключил договор ОСАГО. Действует она в случае ДТП с участием более двух автомобилей. Пострадавшие в аварии теперь обязаны обращаться в свою страховую компанию. Страховщик потерпевшей страны выплачивает деньги или производит ремонт. А затем обращается к страховщику виновника ДТП, чтобы тот компенсировал расходы. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью, жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. До этого момента система работала только в том случае, если участниками аварии являлись только два автомобиля. Следует учитывать, что система прямого возмещения ущерба возможна только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО. 26 сентября в советском суде Рязани рассмотрели ходатайство следователя о продлении сроков СИЗО для Владимира Трушкина. Которая обвиняется во взятничестве и мошенничестве. Прокурор призвал, как просила защита, смягчить меру пресечения. Эту сторону принял и суд. Сейчас Владимира Трушкина перевели под домашний арест, как минимум до 27 декабря. Следствие за это время должно получить заключение по экспертизам и ответы на запросы. Новая череда событий, произошедших на дорогах Рязанского региона, взбудоражила общественность. За прошедшие сутки в интернете появилось множество различных видео и фотоматериалов, позволяющих понять, что на трассе может произойти все, что угодно. Мы предлагаем вам увидеть это своими глазами для поддержания бдительности. Подростки за рулем, дикие животные на дороге и украденные фары. Произойти в Рязани может любая ситуация. И чтобы избежать нервного срыва, нужно надеяться на худшее и верить в лучшее. Так с утра в Рязани можно не обнаружить фары на своем дорогом кроссовере. Предупреждаем всех водителей автомобилей Volkswagen Touareg о том, что в городе продолжаются факты хищения фар этой модели авто. Такие происшествия не раз происходили в этом году. Другой случай поражает своим сюжетом. Выехавший на перекресток под запрещающий сигнал светофора автомобиль буквально протаранил другую машину, которая двигалась по правилам дорожного движения. Скорая помощь оказалась на месте ДТП молниеносна, поскольку автомобиль с докторами во время аварии стоял на этом же перекрестке. Однако в очередной раз напоминаем вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Внимательно смотрите на светофоры. А если двигаетесь на зеленый сигнал светофора, оглядывайтесь по сторонам. Другой случай связан с подростком, который решил угнать «Жигули». После длительного преследования полицейскими он не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате ДТП никто не пострадал. Но что могло случиться, если бы несовершеннолетний нарушитель оказался бы на оживленной трассе? Например, как этот водитель. В темноте ночной автомобилист умудрился увернуться от выбежавшего на дорогу лося. Чудом никто не пострадал. Так что будьте бдительны, не превышайте скоростной режим, садитесь за руль бодрыми и подходите к вождению с ответственностью. 26 сентября в доме ТОСов прошло награждение активистов. Всего было подано 228 заявок в четырех различных номинациях. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Из непонятной аббревиатуры ТОС уже давно превратилась в одно из самых мощных общественных движений не только в Рязани. По инициативе активных жителей и при поддержке местной власти ТОСы организуют и реализуют на своих территориях важные и нужные людям общественные проекты. Благоустраивают свои дворы и подъезды. Устраивают праздники. 26 сентября в Рязани состоялась церемония награждения победителей городского смотра конкурса комитетов и советов территориального общественного самоуправления. Он проводился уже в 19 раз. В этом году активисты состязались в четырех номинациях, в том числе на лучший общественный проект. Победители в этой номинации получили гранты на благоустройство, организацию праздников, физкультурных мероприятий, досуга для детей и молодежи. Всего же на конкурс было подано 228 заявок. Около 100 из них признано лучшими. Поздравлял победителей, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Хочется, наверное, сегодня, поскольку такой и центр появился, и дом, пожелать всем активистам территориального общественного самоуправления успехов, сказать, наверное, что сейчас мы будем работать с вами немного по-другому, потому что этого требует жизнь, этого требуете вы. И мы, как власть, должны максимально помогать вам и нам создавать условия комфортные для нашей жизни. Сергей Карабасов рассказал, что лично дважды в неделю объезжает все районы города. Основная задача – услышать проблемы каждого микрорайона Рязани. В его планах побывать и в каждом ТОСе города, которых сегодня насчитывается более 50. Доброй новостью для активистов-общественников прозвучала информация о том, что в будущем году в Рязани будет действовать муниципальная программа развития территориального общественного самоуправления. В бюджет города на эти цели заложено более 4 миллионов рублей. Местная власть в лице префектуры, администрации города хочет и готова работать на месте, на благо развития и решения вопросов местного значения, которые для нас с вами, наверное, первостепенные. Церемония награждения проходила в недавно открытом в Рязани доме ТОС, который, к слову сказать, не имеет аналогов в России. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Международный день туризма отмечается 27 сентября на протяжении последних 40 лет. Цель праздника – это пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества и развитие связей между народами разных стран. Путешествовать можно не только в разные части света, но и внутри региона. О таком туризме расскажет Ирина Ковалева. Всемирный день туризма отмечается в России с 1983 года. Основная цель этого праздника – пропаганда туризма и развитие связей между народами разных стран. Однако в нынешней ситуации все чаще мы говорим о развитии туризма внутреннего. Именно этим вот уже 4 года занимается Ксения Поначева. В наш город она приехала из Пскова, заинтересовалась историей Рязанского края, начала создавать авторские экскурсии по городу и области. Сначала они привлекали главным образом жителей Рязани. Теперь Ксения об истории Рязанского края с удовольствием рассказывает гостям из других регионов. Люди едут к нам, люди едут к нам из разных городов. Ну, Москва, само собой, к нам очень много людей из Питера, из близлежащих регионов тоже люди едут. Причем люди возвращаются, я могу сказать. Вот у меня на прошлой неделе были путешественники, которые ездили уже к нам. По весне мы с ними ездили, в Строжиловский район, в Спасский район мы с ними ездили, по Рязани гуляли. В этот раз они снова вернулись, до недели. У них было очень тоже такое, я им подготовила очень насыщенную программу. Они были у нас и Выжевском, и Брыкином, и Бару, и в Шилово. И мы ездили с ними в Диево, в Костино. В общем, много где были. Не только в области, но и в нашем городе есть, что посмотреть. И вопреки мнению многих, это не только Рязанский Кремль. Когда говорят, что у нас кроме Кремля смотреть нечего, это проблема не города, проблема тех людей, которые это говорят. У нас достаточно количество интересных очень храмов, которые, да, мы знаем там храмы на территории Кремля, но есть у нас еще храмы тоже интересные до Петровской эпохи, интересные монастыри у нас есть. То есть те люди, которым интересен там паломнический туризм, или просто интересна архитектура именно такая храмовая, тоже найдут что для себя увидеть. Вот, у нас музей в конце концов. Всемирный день туризма Ксения отмечает в компании 11-ти классников из 40-й школы. Сегодня им предстоит узнать все об истории революционной Рязани. Несмотря на свой юный возраст, ребята понимают, что прелесть путешествий не всегда определяется дальностью их маршрута. Поездки по области и даже прогулки по историческому центру Рязани, пусть маленькое, но тоже путешествие, которое подарит не только эмоции, но и знания истории. За границу путешествовать нужно знать историю той страны, чтобы путешествовать по разным музеям. А когда у нас есть наша замечательная страна, и тем более Ринанская область, здесь хватает мест, чтобы посетить музеи и как-то развить свои умственные и интеллектуальные способности. На мой взгляд, стоит знать историю своего города и где находятся, например, исторические памятники какие-то. Вот такую важную информацию. По словам Ксении, развитие внутреннего туризма задача интересная, но тем не менее довольно сложная. Главная проблема, по мнению руководителя туристско-образовательного проекта, я вам покажу, высокие цены на многие услуги, в том числе и транспортные. Вот и получается, что иногда отдых за границей оказывается дешевле. Но, несмотря на все сложности, путешествовать нужно как можно больше по области, по стране, но и если есть возможность, конечно же, по миру. А сегодня самое время вспомнить все свои путешествия и наметить будущие увлекательные маршруты. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Магазин «Фамилия» открылся в нашем городе. Эта сеть создана 17 лет назад и сегодня объединяет уже более 180 магазинов в разных городах России. «Фамилия» – это огромный выбор одежды для взрослых и детей, а также разнообразные аксессуары и товары для дома. 23 сентября, ровно в 11 часов, в ТРЦ «Премьер» состоялось торжественное открытие магазина «Фамилия». В сети представлено 2700 брендов одежды для взрослых и детей из 40 разных стран мира. Мы представляем такой формат, который во всем мире известен как «Оффпрайс». Это магазины, где представлены товары самых лучших брендов по уникальным низким ценам. Девиз сети «Фамилия» – бренды «Свободный оцен». Здесь людям помогают одеваться не только модно и качественно, но и выгодно. В наших магазинах действительно шопинг превращается в охоту за сокровищами. И это некий квест, некое увлекательное мероприятие, полное эмоций и позитивных впечатлений. В день открытия посетителям показали яркое праздничное шоу. Всех покупателей ожидали подарки – ювелирные украшения, предметы бытовой техники и сладкие призы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok